Украина становится колониальным государством, граждане которого работают на экономику Запада. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, замглавый комитета Нижней Палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водоладский. Парламентарий отметил, что западные страны под видом экономической помощи пытаются расхитить национальные богатства незалежные, с Украины не только сейчас захотели что-то получить. Это происходит уже не один год, с лета 2014-го, сказал законодатель по его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса и других системно значимых отраслей постепенно переходят в иностранные руки. Сейчас, отметил Водоладский, у Украины фактически отнимают ее плодородную землю, которую Запад хочет выкупить взамен финансовой помощи Киеву, следующим этапом уже перешли к лесам, цитирует депутата Арти. В целом, подчеркну парламентарий, Украина постепенно становится колонией Запада, которая работает на экономику США и ЕС. По его словам, выделяемые незалежные миллиарды в качестве финансовой помощи оборачиваются потери огромного количества собственных ресурсов. Поэтому максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется, полагает законодатель. Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович посетовал, что под видом помощи Запад забирает у Украины ее собственные природные ресурсы. Он привел в пример ситуацию с лесом-кругляком, мораторий на вывоз которого пытается снять Европа. В обмен ЕС выделит Киеву миллиард долларов, которые мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат, посетовал законодатель. Международный валютный фонд оказывает Украине финансовую помощь в 2015 года. Взамен Киев должен провести ряд реформ, среди которых введение антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.